Великого специалиста и знатока О элементах периодической таблицы Он знает все Знает все о работах Менгелеева И я с особым чувством хотел бы предоставить слово Сэру Мартину Полякову Вице-президенту и иностранному секретарю Королевского общества Лондона Профессору Натингемского университета Иностранному члену Российской академии наук Почетному профессору Московского государственного университета имени Ломоносова Мартин Поляков родился в Лондоне И с 1979 года работал в Натингемском университете Став там профессором Область его научных интересов включает прежде всего зеленую химию Технологию с использованием сверхкритических растворителей Профессор Мартин Поляков широко известен как участник научно-популярного проекта Periodic Table of Videos Производство бренди Харрона Предназначенного для ознакомления широкой аудитории Со всеми 118 элементами периодической таблицы Со времени открытия проекта в 2008 году Его посмотрели более 20 миллионов человек 2019 год был объявлен ЮНЕСКО годом периодической таблицы Тоже с помощью, с поддержкой профессора Мартина Полякова За свои заслуги в области химии в 2015 году Мартин Поляков удостоен титула рыцаря-бакалавра Награда была присуждена за его мастерство в научных исследованиях Его служению в качестве секретаря по международным делам Королевского общества Великобритании Ее общественную работу по поляризации науки Сэр Мартин Поляков, пожалуйста АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ОГИ комитета, и для меня большая честь участвовать в этой конференции. Я никогда не был в Петербурге, только в Ленинграде много лет тому назад. И я хочу вам показать наш доклад, название «Дар Менделеева образованию и меня». И это совместный доклад, это производство моего и тоже моего коллега Брейди Харрен, который очень талантливый видеожурналист. И цель лекции – это вам показать, что гениальность Менделеева заключалась в создании чего-то, что каждый может использовать в качестве очень гибкой основы для выражения своих химических идей. И я это сделаю с помощью небольшой экскурсии по своему кабинете. И вот здесь вход моего, своего кабинета, и сам кабинет второй комнаты. И там на стене эта картина, это где жил мой папа до революции. Он жил на Манежной площади в Москве, у деда была квартира на так называемом белой этаже этого здания. Потом, после революции, это стал прием Калинина. И здесь, в Петербурге, на английской набережной, дом 12, там жил двоюродный брат моего прадеда. И эта картина не весит у меня, вот дом 12. Это пока не в моем кабинете, потому что я только снимал эту фотографию вчера. Ну, на полке в кабинете вспоминания папы и по-английски, и по-русски. И тоже на полке это советская почтовая марка, которая была издана для 100-летнего юбилея таблицы Менделеева. И можно видеть вот эту таблицу внизу в ресторане, там есть картина. И около моего стола весит вот эта картина. Это самая древняя таблица Менделеева, которую было возможно купить. И нашли вот эту таблицу два года тому назад в Шотландии в университете Сент-Андрюс. И можно знать, когда это было печатано, это австрийская таблица. Но вы видите, что там название Менделеева. И уже открыли Сканди и Галли, но Германия, которую открыли в 1886 году, там нету. Или в 1887 году. И поэтому мы думаем, что это было печатано в 1885 году. И даже в архиве в Шотландии нашли счет для покупки этой таблицы. Стоило 6 марков немецких. И на стене у меня тоже висит эта современная русская таблица Менделеева. И вы видите, что форма, это похоже на старую таблицу Менделеева. И я спросил, зачем вы употребляете такую форму? Мне сказали, что можно сохранить бумагу. И это дешевле печатать. И вот это моя первая книга по неорганической химии. И мне было 13 лет, когда я получил вот эту книгу. И это для меня удивительно, что там нет таблицы Менделеева. И поэтому мои родители купили для меня таблицу Менделеева. Даже они купили две. Была такая большая, синяя, которая весила у меня в спальне. Но, к сожалению, это исчезло. Но у меня вот этот маленький вариант еще весит у меня в бюро. И вы видите, что это совсем похоже на современный. Единственный момент, что символ аргона – это без буквы «Р». и до этого времени открыли или синтезировали 17 элементов. Это значит, что в моем научной жизни приблизительно каждые 4 года было открытие одного нового элемента. И вот у окна, там, на полке, там вот это пазл. Это пазл. И для меня это немного забавно, что можно создать целое вселение из 92 частиц. Но чтобы делать таблицу Менделеева, вам нужно тысячи частей. И вот это очень интересная таблица Менделеева, которая создала Европейское химическое общество для Международного года Менделеева. И мой друг Дэвид Калл Хамилтон был председателем, и он выдумал эту идею. Это немного странно, но там… Я забыл, как по-русски «area». Что величины элементов покажет на логаритмике, тогда масштабе, сколько этих элементов в нашем мире, на нашем планете. И вы видите, что зеленый элемент значит, что у нас большой запас. Если это красный, это значит, что у нас больше… Скоро у нас больше не будет. И тоже там написано, за символ мобильного телефона столько элементов находится современно в мобильном телефоне. И я не знаю, если кто-то здесь у него нет мобильного телефона, но у каждого мобильного телефона по крайней мере 31 элемент. И для дорогих… Самый дорогой телефон еще больше. По сравнению, в моем теле только 22 элемента. Это значит, с точки зрения элементов, мой телефон более интересен, чем я. И… Ну, единственная проблема, что эта таблица не покажет, есть ли элемент газ, металл или жидкости. И для этого надо посмотреть мои галстуки, которые весят в кабинете. И один галстук здесь направо по-китайски. Это очень важно, потому что, может быть, вам знакомо, что иероглифы по-китайски состоят из нескольких, так называемых, радикалов. И у всех газ есть такой же красный радикал, у металлов такие зеленые, и у твердого тела, которое неметаллическое, вот этот желтый. И сразу можно видеть, какие элементы газа, и вот здесь металл, и твердый металл. Я думаю, что по-китайски в это время не было радикал для полупроводники, но вы имеете идею. Поэтому я разговаривал с Дэвидом Калл-Хамилтоном, и он для меня особенно создал китайский вариант его таблицы Менделеева. И вот это китайский вариант. И то, что интересно, можно сразу видеть, что пять из самых распределённых элементов, они все газы. И я думаю, что это на свете. Конечно, в космосе всё, там большинство водорода. Но я считаю, что это очень интересно, что большинство самых простых элементов газа. Ну, это современная таблица Менделеева. Это был подарок, бесплатный подарок от Королевско-химического общества в январе. И вы видите, это очень красиво. Но там, по-моему, одна проблема, что это даёт впечатление, что таблица Менделеева кончена. Нет мест для новых элементов, которые скоро синтезирует команда в Дубне. И чтобы видеть место, свободное место, есть вариант, который изобрёл британский химик С.Чарльз Джанет. И вы видите, что здесь, на право, есть место для новых элементов. У меня в кабинете нет места для такой таблицы, но у меня другой вариант. Это веер, который мне подарил очень интересный учитель в школе в Японии на Гаясу-Науа. И он мне подарил вот это веер, и там, направо, есть место для новых элементов. И вы все знаете, что для таблицы Менделеева то, что важно, это атомное число. Но большинство химиков, включая я, не знают из головы, атомное число, например, сума, или, может быть, даже натрий. И на Гаясу изобрел очень интересные часы. И вы видите, вот часы, и это употребляет возможность для всех врослых, или, может быть, старых людей читать часы очень аккуратно. Тогда вы видите, что налево, для вас направо натрия, это 11 минут, это значит, что атомное число натрия, это 11, и лютесия, это 11 плюс 60, это значит, что 71 элемент. И на левой стороне вы видите сиома, это 51 элемент, и рентгене, я думаю, что это для англичанина произношение рентгене очень трудно, я думаю, что это плохое название, и это вина юпака, и ну рентгене это 111 элемент, это значит 51 плюс 60. и потом у меня несколько как-то более забавные таблицы Менделеева, например, здесь это австралийская таблица, которая была сделана для международный год химии в 2011 году, и они в астрале художники, рисовали для каждого элемента их идеи, и я заметил, что здесь тоже есть какой-то пример, и мне подарили вот 31 элемент галии, и там вы может быть вам много от вас знают, что галия там игра слов, потому что название галии от Франции по-латински галии, и но тот, кто открыл открыл галии, его звали лекок, по-французски петух, и поэтому это на несколько уровень игра слов, я не знаю, почему там радиоактивный символ, может быть этот художник не понял химии, может быть я не понял причин, и вот на стене периодически таблица овощей, и это совсем бесполезно, потому что там нет причины, почему, потому что например полония называется там катушка, кроме по-английски катушка potato, и звук potato, и полония немножко похоже, но я думаю, что хорошо выглядит, и это хорошо, потому что мои студенты совсем не понимают, зачем это там, и вот на полке это небольшой ящик, и там внутри один из моих волос, и как вам уже рассказал Юрий Целакович, там было написано таблица Менделеева на поверхности волосы, и это была самая маленькая таблица Менделеева в мире, и в 2012 году это было в книге рекордов Генниса, и вы видите там, и в марте приехал к нам Юрий Целакович, и вот он сидит у меня в кабинете, он держит самую маленькую таблицу Менделеева в руке, но с моего точки зрения, два часа после этого фотография мой коллега Андрей Хлобестов ему подарил вот эту штуку, и там написано таблице Менделеева один порядок меньше, чем моя, но у нас теперь конкуренция, я хочу писать даже более маленькую таблицу на мои волоса, тогда я думаю, что скоро будет еще меньше, и тоже у меня эта книга итальянской, итальянского автора Прима Леви, может вы не знаете, что он родился сто лет тому назад, тогда в этом году это тоже его юбилей, и он, по-моему, поэт химии, он единственный человек, который описал радость химии, он не описал новые открытия или что-то, но он описал радость обычных химиков, когда они работают, они делают фильтрацию, осаждение, дистилляцию, и я думаю, что это очень важно, потому что вы видели в открытии было такое очень красивое видео, что химия очень красивое, и надо быть, для нас это честь, употреблять такие красивые науки, и как рассказал академик Алдошин, несколько лет тому назад я и мои коллеги, мы работали с видеожурналистом Брэдди Харрен, и в течение 5 недель мы создали целую таблицу Менделеева по видео, это значит, мы записали 120 видео, один видео для каждого элемента и введения, и тоже короткое общее видео, и теперь после 11 лет мы продолжаем и мы еще делаем видео, и если вам не знакомы, у вас наш веб-сайт, вы видите здесь наша команда, и особенно наш лаборант Нил, который делает большинство опытов, и нажимайте на любую кнопку, и у вас будет, например, водород, там будет видео о водороде, и как вам рассказал, у нас теперь больше, чем 210 миллионов зрителей или посмотров по YouTube, и мы теперь до степы снимали 655 видео, и я надеюсь, что мы продолжаем, и это для меня дал очень хорошие возможности для меня, например, я посетил много мест, где открыли элементы, например, в Казани я видел образец Клаус, который открыл Рутени, и он написал, я новое тело назвал в честь моего отчества Рутени, в переводе с латинско-российский, и вот это образец, и я держал этот образец в своем руке, и для меня это была большая честь, и, конечно, я встретил супергероя таблицы Менделеев, например, Юрий Цалакович, и вот здесь я, Юрий Цалакович и Брейди Харрен в кабинете Флюрова в Дубне, и у меня в бюро чашка сувенир из Дубной, и то, что удивительно, что каждый месяц может быть один молодой человек придет к нам посмотреть, где мы записаем видео. Вот здесь один молодой американец Эй Джей, и он приехал к нам после моего дня рождения, и его родители летели из Соединенных Штатов, у них была пересадка в Лондоне, и у них было 12 часов, они быстро ехали в Нотингеме, нам подарили вот эту таблицу Менделеев, и потом они вернулись и продолжали путешествие в Индию. И вот это моя коллега Дебби Кейс, и то, что интересно, у меня нет показателей, что в углах там написано, здесь нужно положить гвоздей, чтобы здесь весить эту таблицу. Ну, теперь я хочу вам показать небольшое видео, которое создал Брэдди Харрен, чтобы показать вам, как через наших глаз развитие всех тяжелых элементов в течение последних десять лет. Пожалуйста, видео. this element ist unique in this thing , because it's never been observed in any form at all, so the field's wide open. This is, after all, what Mendeleev's triumph for the periodic table was, that he looked where there holes in the periodic table where he reckoned there should be elements and he predicted their properties. Если вы очень счастливы, маленький путь fall off. Один путь после другой. Я думаю, что кто-то будет делать элемент 118 очень скоро. Есть люди в России, в Дубна. Я не забыла, что очень интересная информация о новом элементе. Это очень интересная информация о Периодик-Табле, что произошло с мы начали эти видео. Это так, как мы знаем, что это. Они не обновлены их, но они сказали, что это, что мы рассчитываем. Это объем, который направлен в центре, в Таргет. Это как будто бы шел на спине. Это как, что-то новое, что-то очень интересное. И теперь я покажу вам, как это выглядит, и я открылась. Я очень рад. Я никогда не видел ничего подобного, так что это реально первое для меня. Я никогда не встретил кого-то, кто-то увидел элемент. И ты продолжаешь, и продолжаешь, и продолжаешь, и продолжаешь. Так что сейчас будет время выложить в бедный номер для элемента 117. Я встретил рейкен, нихоним, московим, теннессин, и генессон. Но, конечно, люди очень уважают названия. Один название русский, и другой название американского. Теперь, что люди всегда задают, что на самом деле это значит, что делать элементы такие элементы? Мы производим небольшой радиоактивный ликвидом. Это тесты теории и такие вещи, которые действительно двигаются на самом деле. Три атмоса этого элемента. Возвращая каек и шампайн, и это было очень вкусно. Он был пионер, и очень долгосрочный исследователь в Дубна. Это очень опасно, что это случится снова, четыре элемента, с одной из самых больших времен, если бы. Это почти кинтой каек и празднование нового прайса, и празднование о хорошем. Так что это действительно интересное время. И...